здравствуйте друзья среди бела дня где-то сейчас у нас 2 часа 26 минут половина третьего дня рабочего дня сегодня вторник мы находимся в самом что ни на есть можно сказать даунтауне сан-франциско точнее мы еще не выползли в даунтаун потому что я движусь по хайвею и мне до экзита еще миля но вот вы видите как мы едем и можете себе представить что такое миля моя навигационная система говорит что мне до точки вот куда мне нужно то есть до экзита миля ада до места 2 и 9 десятых миль и пишет 6 минут полагаю что я еду там с какой-то разумной скоростью но вот скорость такая как есть и это город и это сан-франциско и это даунтаун и это еще не самый час пик между прочим вот допустим через так минут 35-40 а то и через час тут будет еще интереснее вот ну а я так вам показываю с одной стороны движение с другой стороны город я не знаю тут насколько видно хорошо но какие-то небоскребы вот какие-то тут панно щиты с одной стороны вот это старые кирпичные здания я уж не знаю сколько им там лет может быть они там двадцатых тридцатых годов прошлого века то есть считай там подстольничек какие-то такие заводские и все это дело не может от нас заслонить небоскребов которые там правда защитом там и так далее вот вы видите там краны потрясающие высоты такие крады знаете что вот строят небоскребы все это очень такое живое зрелище и если бы мы еще не стояли а так более менее ехали вы получили бы наверное гораздо больше удовольствия так вот что есть давайте немножко влево так повернул там тоже какие-то небоскребы даунтаун сан-франциско на самом деле небольшой вот так уж прям сказать что там можно часами бродить такого у вас не получится это не манхэттен да но он милый симпатичный и на него я вам скажу гораздо приятнее смотреть со стороны потому что хоть что-то видно уже когда-то окажут оказываешься на дне вот этих вот колодцев когда у тебя там улица 30 метров и дальше идут там по 70 по 8 80 этажей а может быть больше какие-то здания то не видно ничего вот кроме того что их много а ты на донышке колодца как в известной эмигрантской песне поется небоскребы небоскребы а я маленький такой вот это чувство возникает когда вы там ходите бродите вот вот где они эти небоскребы стоят вот поскольку тут начинает что-то выплывать справа я вот соответственно и камеру тоже поворачивать компания зинга вы знаете вот на этом кирпичном сарае написано зинга я не уверен что все знают что это такое но те кто не знает друзья но уже погуглите вот может быть вам расскажут другие зрители нашего канала это известная компания так надо сказать что я выехал за полтора часа знаю что тут в даунтауне не все благополучно с паркингом с трафиком я выехал из лосалса за полтора часа хотя вот в тот момент когда я выезжал у меня на навигаторе моем стояла что мне езды 45 минут 45 минут ну вот час уже прошел час прошел и у меня еще есть полчаса потому что я должен к трем приехать а чё я туда еду вообще вы сказать миша куда тебя несет ты же живешь и работаешь таком замечательном месте там у тебя с этой стороны google стой apple дальше microsoft там куда тебя вообще понесло facebook рядышком ну что вот тебе тут отвечу отвечу друзья тут есть компания и в этой компании работает наш давнишний выпускник 98 года кстати там почти 20 лет уже человек работает и он там какой-то начальник большой уже не тестированием занимается против менеджментом чем-то таким и в общем потребность у них там чего-то от тестировать причем они даже как бы готовы денежку платить вот поэтому я к ним еду поговорить искать обкашлять можно сказать детали сотрудничество возможно невозможно там как если возможно в общем едем поболтать ну что сказать у меня такое ощущение что мы уже не сможем много небоскребов посмотреть тут как-то нас так зажали и мы как-то вниз ушли но вот разве что слева немножко там что-то такое выныривает в каких-то лесах там даже мне честно сказать не хочется ни с кем сливаться мне может быть правее даже так кстати поскольку нам выходить скоро окей меня пропускают тут очень вежливые люди даже в городе хотя вы сами понимаете что в городе люди не такие вежливые как силе ну и вот скажите как как можно сосредоточиться дороге когда тут выезжаешь за поворот и значит такое замечательное зрелище ну там если я то конечно сосредоточен можете не сомневаться но просто я в том смысле что вам показать тоже хочется вам показать да вот это выход на седьмую street а нам на четвертую и если я проскочу друзья выход на четвертую то я тогда уеду через мост на ту сторону залива вот такое интересное явление природная до сан-франциско город контрастов очень много лесов очень много строится посмотрите новые небоскребы больше небоскребов хороших и разных вот под таким девизом живет даунтаун сан-франциско где они только место находят для всего этого я не представляю вроде того что застроена как не знаю что да надо сказать что я не часто езжу здесь но каждый раз когда едешь чем новенькое замечаешь вот такого еще не было очень динамично тут очень не спеша у меня еще двадцать пять минут на не знаю что сказать ладно я чувствую что зрелищность у нас как бы снижается хотя вот смотрите-ка вот слева там чё-то приоткрывается да да если бы я ехал в маленькой машинке то уж совсем бы нам никаких бы шансов не было ничего посмотреть так а так все-таки мы машинке побольше exit only ну чего понеслось вот ее на неплохой видок отсюда правда вот люди на мост пошли вот эти слева они на мост туда на окку м м у нас не только хайвеи в городе этот интересный у нас вообще люди главное богатство друзья у нас это люди вот смотрите они тут ходят вот смотрите они тут ходят курят некоторые даже вот вот нарядненькие есть из офисов homeless тоже есть через дорогу тут тоже нормально был бы человек хороший хорошему человеку не жалко пусть идет да улица по которой мы едем называется третья третья значит значит стрит есть еще авеню это там к океану а это стрит и такие вот это третья стрит она уверенно ведет нас мы переезжаем улицу харрисон уверенно ведет нас к самому сердцу города такая магистраль улица называется мишин вот это мишин там впереди я вам скажу когда мы будем переезжать даже не знаю там много ли вам видно из всего этого хозяйства но что сделаешь что видно то видно на 360 градусов мы пока не снимаем может там так повыше задрать чтобы небоскребы было лучше видно куда нибудь вон туда строится много видеть тут заборы заборы тут черт что творится любишь небоскребы смотреть любви и мимо стройки ездить так желтенький 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 проходим спокойненько так проходим на желтенький хорошо прошли так красотища правда продолжаем движение вот то что впереди вы видите какой дом стоит такой я бы сказал с европейской такой крышей черепичный вот это вот уже мишин я извиняюсь маркет маркет мишин мы сейчас тут перейдем а там уже маркет вот маркет самая главная улица я про мишин может быть это самое оговорился немножко мишин параллельно идет но конечно маркет это главное мишин так мишин так мишин так мишин вот мишин вот мишин этот самый нет нет это просто улица такая ко мне отношения никакого не имеет так мишин 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 т.д. недоштукатуренности где-то вот так бывает очень много старых зданий, реально старых конечно там не не времен короля Артура если кто-то понимает о чем речь да видите во времена короля Артура там рыцари круглого стола понимаешь всем верховодили а в наше время рыцари фондовых рынков выполняют эту функцию вот а мы ничтоже сумнящийся продолжаем двигаться по улице 3 она сейчас правда название поменяет когда мы пересечем когда мы пересечем маркет маркет вообще очень красивая улица если вы когда-нибудь будете в Сан-Франциско приходите сюда погулять единственное что гулять тут надо в раб в рабочий день не в выходные потому что в выходные тут засилье хомлессов и в общем не комильфо вот но вообще здесь хороший шопинг все так очень мило очень мило так мне осталось полмили ну точнее через полмили поворот а там где мили там уже точка моя а между прочим уже 43 минуты видите как 43 минуты мне всего 17 минут навигатор говорит что мне вообще 3 минуты осталось но вы понимаете тогда было 6 а мы все еще далеко у меня кстати вот пока мы тут едем есть совет начинающим блогерам которые борются за подписчика знаете все говорят подпишитесь там помогите там 10 подписчика получите или там сотенного вот там подпишитесь кто-нибудь вот кому не жалко там вот они с такими всеми просьбами обращаются значит в подписчике есть как бы две стороны значит есть подписчик который подписывается и есть подписчик который отписывается Вот так глубоко Глубоко сказал Так вот, значит Если у вас подписывается много, но и отписывается много То прирост может быть небольшим Поэтому мало следить за тем, чтобы люди подписывались Но как бы желательно понимать, почему они отписываются Если можно этого, так сказать, избегать, то лучше избегать Так вот, что я заметил Вот такое простое правило Чем реже, друзья, чем реже вы делаете свои видео Тем меньше народу отписывается Знаете, некоторые не выдерживают интенсивности выхода видео То есть мы не знаем, будут ли они потом захаживать, посматривать Это остается загадкой Но во всяком случае я хочу сказать, что вот Если делаешь одно видео, допустим Ну я в неделю никогда одно не делал Ну допустим, я не знаю, одно в день И у тебя есть какой-то прирост подписчиков Делаешь два Ну, незначительно меняется А вот, допустим, возьмите в какой-нибудь день И сделайте пять видео И вдруг вы увидите, что у вас за этот день отписалось народу Может быть даже больше, чем подписалось А может быть столько же А может быть меньше, но ненамного Вот такая интересная, значит, заметка Я думаю, что многим блогерам это поможет Вот, вообще ничего не делать И будет прибывать народ А как начнешь что-нибудь делать Вот сразу нервные могут начать отписываться Скажут, опять он тут со своим видео Знаете как, это неприятно И они отписываются Так Я хочу, честно сказать Доехать до этого здания Чтоб вы посмотрели Где вообще стартапы размещаются У меня такой стартап там Я название не буду вам говорить Потому что Я понимаю, что многие интересуются Вот А я думаю А нифига Вот так По-простому нифига Значит, обойдемся без этого Как бы Есть, так сказать Пределы любопытства Вот Тут такая красота слева Едем дальше Так Где-то там у нас направо сейчас будет Пошли Чтобы направо Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Все-таки, конечно, друзья Водить по Кремниевой долине Это не то же самое, что по Сан-Франциску Ко По Сан-Франциску Так Ну давай, девушка Давай, мы тебя пропустим Улыбнется? Нет? Нет Музыку слушает Да Даже вот и не улыбнуться Ну и, собственно, а что нам? Мы и так поедем Нам и без улыбки хорошо Так-так-так-так-так-так-так-так-так Проезжаем все культурно Одностороннее движение В Даунтауне Очень много улиц С односторонним движением В эту сторону по той А в эту сторону по этой Еще в Даунтауне Много улиц Которые вверх и вниз ходят Вот, в частности Тут, конечно, немного Но кое-что присутствует Давайте мы Посмотрим Как-то мне некомфортно здесь Знаете, вот я честно скажу Некомфортно Некомфортно Деревья обрезает Это он меня пропускает Я говорю, ну давай Я пропускаю Поскольку препятствия на моей стороне Так, идем По логике вещей-то Правда? Так Хочу вам сказать, друзья Что Приближаясь к месту Где находится стартап Я все больше и больше Склоняюсь к мысли Что находится он в неплохом месте В неплохом Так, так, так С той стороны Вот в этот холм На который мы поднимаемся С той стороны океан Так что Улица Бродвей Ой-ой-ой Какая хорошая улица Бродвей Чтоб вы знали Так Светоформы тут постоим немножко Бродвей Шикарная улица Я очень ее люблю Мне не нравится на таком углу стоять Честно Ой-ой-ой-ой-ой Так Едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем Тут нам направо сейчас будет Вообще, конечно, не дискомфортно Вот так По таким холмищам Тем более у меня машина с О! Сейчас мы посмотрим с вами Друзья, посмотрите, какая прелесть Вот сюда в окошечко посмотрите Вот такая прелесть Так А мы направо Ё-моё Ё-моё Направо мы Ой-ой-ой Может только вам вот и удобно смотреть Под таким углом Но красиво, слушайте Там впереди Залив Мост Голденгейт А? Ребята Ну Кто бы из вас Не хотел работать В таком замечательном месте Смотрите Смотрите, как машины слева паркуются Вы видите, да? Они вот так паркуются Носом к стенке Иначе не получится Так Какая прелесть Слушайте, я рад, что довез вас До этого угла Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Ой-ой Так Приехал Субтитры создавал DimaTorzok